и снова здравствуйте всем привет итак заменил я косточки значит как в этом в ригакар сделал вот такая площадка значит что там еще вот стрелки сделал двойные одинарные потом сделал на колеса вот тоже такая штука как и в ригакаре вот они штукенцы вот эти вот все нормально когда вид стал лучше чем вот именно с базовыми вот этими полями квадратиками ну давайте еще значит сделаем какую здесь вот должна стоять пружина кстати тут еще должны на корпусе стоять косточки которые будут настраиваться значит на амортизацию это я потом попозже тоже ролик сниму как это все делается но пока давайте пустим по пути вот эту машину и значит как сделать вот эти вот другие вот эти наши детальки так пока я вот это все выберу скрою это английская аж теперь скрин каске n панель и смотрим семерка на нампаде открываем и добавляем мы добавляем циркл вот такая штука control а сочетание клавиш жмем значит от кишин скайл теперь их 90 и переворачиваем все это дело так как единицы нампаде тройка нампаде все это дело перевернулась семерки на нампаде да и теперь добавляем это значит модификатор скрин значит добавляем скрю вот такую полосу меняем ему ось и у нас получается вот такая вот сопля значит мы ее теперь можем по осям поводить а ну-ка что она нам даст меняем на x и попробуем по иксу значит что-то нету изменений да это значит делаем в эдит мод вот в эдит мод должна она меняться да так вот такая она штука тут двойная получается тут мы и значит еще покрутим помертим а ну-ка сделать можно вот и пошире как если мы отводим в бок по осям смотрим что получается в принципе все нормальненько да чуть-чуть ее можно уменьшить и теперь добавляем наших вот этих значит деталей пусть она у нас будет чуть-чуть попышнее поприкольнее да это значит с р так не это слишком много наверно сегментов в принципе мы с плюс ним потом нормально пусть будет вот 6 так ну в принципе по осям тоже y z по игреку пускай по будет да применяем все это дело так это заходим вот этот мод и делаем файл apply теперь опять же заходим в эдит мод и нам нужно какая-нибудь вот эта волна переключаемся с вершин на ребра и выбираем вот этот поворот какой-нибудь так вот этот и делаем сброс левая кнопка мыши и shift так shift alt выделяю всю эту полосу делаем фейсы так контролл z фейсы не получается контролл z контролл z а ну ка еще разочек значит выбираем ну давайте пусть будет серединка где-то так это опять же на ребра снимаем выделение и жмем так shift shift alt и выбираем нашу эту полосу делаем контрол и delete и пейсы остается у нас вот такая сопля тройка на нампаде этой соплей теперь что мы сделаем так транспорс английская а и можно ее значит плюс на поприкольнее какая была ранее теперь нам понадобится одна вершинка какая-нибудь выбираем вершину ну давайте нижние так единицы нампаде делаем опускаем эту вершину опускаем эту вершину семерками нампаде и сделаем площадку так подальше и отведем и делаем власти е как это пока отключим транспорс потом е и учет е уголочек делаем можно закруглить его иначе но давайте вот таким образом так опять же е и опять же закругляем потихоньку все это делаем опять же е вытягиваем сюда и и опять же делаем закругление так вот эту вершину джи подтягиваем значит к нашему цитру нашей вершинки выбираем ее и делаем английского м all центр так смотрим она у нас конечно не симметрично и так это вот выделяем shift а да вы видите что немножко симметрия тут страдает тут можно немножко ее подкорректировать можно и конечно сделать мир от зеркалить таким образом значит тут все получается так сделаем вот так еще shift альк выделим ее и сделаем пи-селекшн зайдем в object mode вытянем ее значит где-то на середину вот таким вот образом зайдем в edit mode так пока нашу пружину в object mode можно скрыть это английская h поработаем пока с площадкой зайдем в edit mode выбираем одну вершину выбираем вторую делаем правой кнопкой мыши нажимаем subdivide и значит тут тоже самое делаем subdivide и теперь какая сторона более лучше ну давайте вот эту удалим delete это будет вертексы object mode и вот этой штуки сделаем сделаем мера все она нормально отзеркалилась apply теперь alt h возвращаем все что у нас есть выбираем нашу вот эту пружину выбираем нашу площадку наверное вот таким образом через shift выбираем h так ctrl z ctrl и делаем h открываем все ненужное выбираем нашу площадку заходим в edit mode выбираем одну сторону в нем симметрию и растягиваем ее по симметрии вот так теперь выбираем низ и тоже по симметрии она тянется можно с краевом это по другой оси по y и по z на вкусе ну ладно не суть вопроса так теперь площадочку чуть-чуть выравниваем object mode смотрим как тут все получилось можно даже немножко еще больше растянуть чтобы в одну сторону была она значит по вытянуть и так тройка на нампаде поближе и значит к нашей пружине делаем shift так shift d щелчок все это дело переносим вверху заходим в edit mode английская а так пардонте выбираем их две делаем ctrl j вам нашу понесет не объединились английская а делаем английскую фф закрываем все это дело ну вот получилось как она запчасть делаем ей а делаем с уменьшаем уводим куда-нибудь в бок теперь мы это все дело должны объединить выбираем пружину выбираем наши вот эти площадки ctrl пи делаем ctrl j пардонте объединяем тройка на нампаде единица нампаде так как она смотрится в принципе должна смотреться нормально теперь находим панель рик ту и значит переименовываем церковь это будет пружина энтер теперь добавляем ее значит наш аддон это вот она высветилась пружина да эту пружину пока можно увести в бок альт h возвращаем нашу машину выбираем наши кости заходим по смотр и вот пружины можно поставить заменить какую-нибудь косточку когда будут над колесами поставлены кости мы можем хоп и поставить нашу эту пружину мы также можем развернуть на 90 градусов не в ту сторону так 0 enter по иксу так поднять ее куда нам надо или так или так ctrl z опять назначаем и вот этими значит нашими штуками вот двигатель вперед назад можем ее уменьшить можем ее увеличить ну и конечно поднять сверху ну вот эта штука должна стоять над колесами так система понятная да так заходим в обжиг мод так у точно делаем все стрелочки все вот эти причин дала разные потом их можно удалить потому что он уже записан в аддон так есть такое дело это тоже что-то не надо делить камера свет все теперь у нас остается отключить камеру отключить свет теперь заходим находим курву находим путь здесь уже значит по прошлому ролику делаем control и здесь опять же h оставляем только наш путь семерка на нампаде уберем пока транспорт чтобы вы увидели зайдем в edit mode найдем значит теперь куда у нас мой нормальный вот видно стрелочки курс мой теперь мы это все дело значит перевернем так уменьшим и попробуем сделать какой-нибудь путь значит это g пока вот эти тоже давайте подсогнем так здесь пусть ровная будет тут у нас пошла уже е в эту сторону опять же е е чтобы повороты посмотреть как у нас будет настраиваться до доводим сюда выбираем наш вот эту вершинку жмем g и эту тогда тоже выравниваем выравниваем а это выбираем вершину и через шифт вот эту и делаем английскую f все мы это делал зациклили все нормально путь у нас появился смотрим чтобы у нас ничего не задиралась не поднималась заходим может но делаем alt h отключаем опять же свет пока он нам не понадобится так и камеру так выбираем нашу наш рик заходим пост мод а нет выбираем рик выбираем через shift путь делаем control п патч констрейны заходим выбираем нашу вот эту площадку заходим в констрейны находим наш вот это авто патч что еще фоллоу патч поворачиваем меняем оси yz анимируем путь и наша машина пошла но колеса мы сейчас не увидим как крутятся да надо переключиться на камеру 0 на нампаде как камера не привязана заодно посмотрим как привязываться камера так выбираем где находится наша камера вот мы ее убираем и привязываем к нашему корпусу через shift control пи object выбираем нашу камеру переключаемся 0 на нампаде и делаем shift это по прошлому ролику как настроить если кто не смотрел сейчас повторю и нужно посмотреть как работают наши колеса вообще они крутятся если не крутятся будем думать дальше да вот увидите что колеса наши крутятся все нормально ну вот когда привязываются они к нашему пути у них начинается все равно вот это вот маломальская вибрация как с этой вибрации справиться так это кто у нас тут камера да так с вибрации попробуем потом в прошлом роли ну следующем ролике справиться а ну-ка ноль на нампаде смотрим все это не поехали здесь увеличивается offset так как жмем в роликах фиксит позиция все это шиздец все тут пропадает когда уменьшаем индукцион вот индуктор может тише делать быстрее в принципе все так смотрим 0 на нампаде на камеру переключаемся shift f обходим ее значит машину стороной так а нам нужен перед выставляем камеру на нас значит фейс машины и смотрим вот она несется увидите что колеса в принципе не поворачивает вибрацию вот это вот надо поставить а ну-ка что и можно поставить значит что-то по локейшин да так это нужно в риге потом разобраться уже чтобы не было вот этой трясучки ну ладно нам нужно чтобы поворачивали колеса возвращаемся на какой кадр и вот увидите что здесь первого кадра колеса должны быть повернуты заходим так посмотрим выбираем нашу стрелочки у поворачиваем наши колеса так что у нас перед колесами по иксу локация и значит мы нажимаем что тут можно нажать ну-ка нет и так поворачиваем значит наши колеса что у нас тут получается как в эту сторону все колеса поворачиваются 0 на нампаде и прописываем правая кнопка мыши insert single keyframe или английская и как тут он у нас идет идет то у нас тут получается с колесами так все нормально это если выключить вот так вот да 0 на нампаде так включаем тут что у нас по покадровке идет все он тут значит еще гонит так здесь у нас чуть пораньше значит выставляется теперь они в 0 прописывается английская и так вот здесь вот уже он калл правая кнопка мыши insert single keyframe так здесь вот идет больше поворот вы видите да что можно сделать нужно повернуть колеса да ну в принципе это же будет неинтересно да ну все колеса поворачиваются поворачиваются вот он идет 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 да ну давайте попробуем значит это повернем еще insert single keyframe дальше где у нас тут получается здесь уже опять пошел на поворот но только таким макаром прописывать так вот это на g подальше оттянем а здесь уйдем ну да здесь он вроде все как бы поворачивать здесь уже занос у него должен по идее быть здесь вот там хороший занос у него да вот а ну-ка подождите так семерка на нам падень ну да здесь он все идет по заносу и этот бы занос таким образом сделать да так вот здесь он значит поворачивает здесь у него колеса тоже должны вывернуться но сделаем какой пинт английская теперь сделаем и пропишем значит это площадку и локрот так теперь а джи а пропишем площадку и локация ротация и вот он пошел пошел значит у нас здесь он уходит значит занос вот здесь здесь опять же и перекручиваем вот эту нашу площадку чуть-чуть вот так в костяной для джи подставляем на наш этот поворот и локрот так вот площадка на пути не хочет тоже прописывается это значит локрот локация это нам не надо нам нужна ротация нет этот control z это тоже control z по z да вон значит значит возвращаемся назад значит возвращаемся назад прописываем вот эту площадку английская и так control z следом английская и потом здесь он уходит уже в занос значит мы это дело вот сюда вот так вот перекрутим английская и потом он пролетает здесь он значит перекрутится в другую сторону маленький поворот на больше сделать красу и вот это дело подгадать здесь он значит пролетает на заносе и потом чуть-чуть еще значит как бы занос но здесь он будет уже выравниваться тогда вот этот кадр мы делит удалим так а тут написалось здесь два кадра так и вот он пошел в занос там хорошо тогда и здесь уже значит мы заканчиваем это где-то на сотом кадре он должен встать на первый кадр так да это cfd первый кадр так ну тогда у него получается хреновый занос так вот здесь он входит в занос и здесь в принципе правильно да уже чуть-чуть выравнивается и пошел не все правильно ставим 100 кадров 0 на нем паде и вот теперь нужно вот эти колеса значит подгадать к нашу вот этой штуки значит это мы будем в бок и фрейм здесь у нас колеса куда должно смотреть по моему при заносе должны в другую сторону смотреть да и фрейм потом у нас занос 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 здесь уже в другую сторону колеса смоет и фрейм потом по заносу значит здесь значит эти уже здесь колеса и фрейм кардин соединяем смотрим теперь без костей как это дело происходит ну вот нужно вот это трепыхание значит колес как-то ликвидировать 0 на нам паде 0 на нам паде делаем object mode выбираем нашу камеру делаем shift где-то давайте чтоб колеса было видно сбоку так поставим а ну-ка ну эти тут неинтересно если по пути пускать вот появится вся фишка почему потому что вот здесь когда он начинает путь вот он пошел да по-хорошему по-хорошему вот этот кадр так ctrl z да по ротации нужно будет сильнее повернуть вот keyframe здесь каких-то два кадра у нее так как на первом кадре это вот так где-то делаем так даем угол и значит здесь угол еще больше да все он пошел в занос так что тут такое пошел он здесь занос уходит от трассы теперь у него он значит нужно ему мал-мал выровняться да так и семерка на нампаде здесь он должен занести значит у нас вот задницу свою вот эту и сделать вот так вот раз R и G перенести чуть в бок за нос все таки и значит по локации insert тогда вот эту первую перед этой удаляем пошел пошел и нифига не прописывает нормально так а ну-ка так здесь он уже должен R перекрутиться G уйти куда-то туда в бок прописываем и окрут пошел пошел занос уходит занос уходит это все еще занос здесь он выравнивает колеса вот здесь он уже должен подготовиться к другому заносу делаем ему R чуть-чуть значит протяг делаем G и локрут ага тогда вот этот кадр делит он уже не подходит здесь здесь значит еще идет у него R протяг и локрот вот выходит на верхнюю точку здесь и здесь у него ну где-то такой да угол должен быть чуть-чуть может больше и локрот локрот и пошел вот это вот он пошел значит на занос на занос на занос на занос на занос и здесь вот здесь вот уже на восьмидесятом кадре может быть раньше здесь он должен уже Малман выравниваться так ну чуть-чуть так значит R чуть-чуть сделаем ага и локрот и вот здесь он пошел 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 значит здесь он должен уже где-то выравниться значит R ну да вот теряется когда по пути значит все это дело делается это очень теряется сам кайф вот это вот когда вы делаете именно как чувствуете ну вот он пошел пошел ну вот занос да занос ну вот он что-то тут переплетался что-то тут мотнулся но это еще нет окружения конечно но это не интересно это согласитесь не интересно он тут раз уходит на занос на занос все колеса у него крутятся так выбираем наши стрелочки и значит тянем стрелочки в бок прописываем insert keyframe вот раз 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 вроде поинтересней но это теперь нужен аддон именно по камере чтобы можно было тряску камеры настроить это ролики есть оставлю в описании ну лучше наверное ну как как вот если он тут выходит то камера должна смотреть как бы наверное под углом да и ок рот вот он пошел 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 дальше вот так и здесь уже на повороте камера может быть как бы выравнивается вот так уже будет интереснее наверное чуть-чуть здесь у него колеса должны теперь в эту сторону быть так это у нас пост мод выбираем стрелочку ну и джинь колеса поворачиваем в эту сторону правооткруга мысль insert single keyframe ну видите что колеса крутятся амортизация в принципе есть резкий просто здесь поворот очень резкий нужно как бы замедлить и чтобы растянуть и чтобы он как бы заходил плавно и плавно выходил так если без этого дела все смотреть а ну-ка смотрим как это будет смотреть на полигоне в принципе неплохо смотрится да ну не то что прям хорошо ну колеса крутятся по крайней мере так теперь что нужно сделать нужно покраска убрать вот эту болтыханку значит да автопатч тэн 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 выбираем какое-нибудь колесо какой тут констрейн можно так констрейн констрейн копитран информация копия скайл лимит ротация лимит скайл вот эти я не знаю трансформ кэш а ну-ка что это такое в душе не парю follow track follow пачок может follow track попробовать актив 3d позиция так ну это я наверно в следующих роликах разберу как вот эти колеса трясучку убрать и в принципе что у нас тут происходит это долой у нас же еще какая штука может быть да вот на каком-то кадре вот он выходит смотрите так стройка на нампаде единицы на нампаде и так вот он идет в поворот прописываем посмотрю вот эту верхнюю косточку это и блок рот так дальше мы ее нагибаем вперед уже красивее машина теперь чуть-чуть выравнивается назад в эту сторону может подается да и блок рот ну тогда на этом кадре нужно чуть-чуть ее назад еще все нормально и блок рот уже симпатичнее согласитесь вот как она входит в поворот если вот так вот вот она уже пошла но здесь вот видите резкий переход уходит корпусом тут теперь корпус то надо прописать как значит вот эту косточку уводим назад так и уводим как это не за летать она на заказ на мне не за красную так ладно будем делать жизнь и лук рот а ну ка так а на двадцатом наверно нужно прописать а и лук рот тогда будет как бы крайне да ну да чтобы все кости прописывали значит вот здесь дублированы какие-то другие значит прописались так теперь ставим боком и смотрим приблизительно вот если все это дело применять как это все будет лететь так здесь вот уже интереснее здесь корпус тоже интереснее но он как говорится косяк косяк в том что машина должна вот здесь вот быть так тогда вот эти кадры тоже можно удалить эти нужно объединить и короче нужно прописывать да а и лук рот так это у нас пошла нам заход за нос ну неплохо и раз там на камеру допустим уходит здесь вот так вот смотрите здесь на камеру и от камера она ушла в другую сторону теперь камера переходит в эту сторону и наблюдает ее допустим вот этот занос ну в принципе прикольно ну в принципе прикольно а ну-ка смотрим что у нас так это значит object mode ноль на нампаде shift так выбираем камеру shift F идем 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 ставим на колеса и вот сейчас смотрим что произошло так камера прописана надо ее теперь delete удалить shift F вот так поставим чтобы видеть колеса именно что видите что колеса крутятся да но тут косяк еще в том что по моему нужно машину ниже опустить а ниже у нас опускает какая настройка это вот получается пост мод вот эта площадка кадры прописки и удаляем и тогда машина будет смотреться лучше так все вот торможение есть а ну-ка ноль на нампаде ну в принципе что нормально все крутится колеса колеса даже увидите что он о поднимаются значит тут площадку можно приподнимать где то где то ее еще там перекручивать как то ну чтоб колеса колеса подгаданные были а ну-ка ну вот а его крот и 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 камеру поставил, а ну-ка, вот он пошел, пошел, выезжает за ворот, ну в принципе ничего, прикольно, колеса все крутятся, вертятся на скорости, как такового, наверное, не будет видно, что у них дребезжание, но нужно все равно информацию поискать, видите, у него даже резкий тормоз есть, если вы его, оп, тормознете на этом, то он будет тормозить, и вот здесь пыль, короче, вот машина выскакивает, проезжает пыль, о, все нормально, так, ну вот такая, значит, информация, так, если что-то еще я, значит, сделаю с машиной, я вам обязательно покажу, нужно опять поднять все мои риги за 4 года, где-то что-то забылось, ну, можно методом тыка, но это, конечно, чуть-чуть будет дольше, ну, а так, в принципе, все нормально, все, всем пока, до свидания.